Обращаюсь к вам с прискорбной новостью. Джорджу Дэйр скоро удалят. С 18 ноября сервера этой игры перестанут вещаться. До 17 октября можно будет купить донатные монеты. В связи с этим событием Бандай Намку выпускает Джорджу Айс оф Хевен на мобильное устройство. Произошел, блять, что? В какой момент раза вы поняли, что 3 года и игру можно закрывать? Тем более, что до сих пор не выпущены все персонажи. Так, блять, где мой пеший? Просто почему? Вот работали они над игрой, и вот сейчас мы узнаем, что наступил он-то в The Джорджу Дэйр. Как? Давайте пробежимся по событиям, которые могли бы подтолкнуть Банку к удалению игры. Итак, началось все с появлением пошагового режима. Так как японцы любят РПГ, Банку соблазнилась сделать такую движуху с геоэмом в The Джорджу. В результат не совсем их обрадовал. Многих игроков не зацепил новый режим, а массовый огонь подливало то, что тактика стала основным режимом. Разработчики даже собирались удалить экшн-режим, который стал доступен только в компании Story Mode. Тогда они объявили халявную валюту, за которую можно было приобрести паки. Несмотря на то, что были обычные только персонажи 5 и 6 звезд, это оказалось обманкой, ведь были персонажи остальных рангов. Однако некоторые игроки все же вернулись, и разработчики спустя несколько месяцев все же иногда выпускали битомап в элементов. И вот, спустя время у многих игроков скопилась большая коллекция, а у некоторых, возможно, собрана вся. Быть может, по этой причине донат в игре потерял всякий смысл, а перестав получать грош, Банку решили прикрыть в лавочку. Еще есть и другая версия. Вы заметили, как часто на глаза стали попадаться трейлеры к новым играм от Bandai? One Punch, Монтагиски, Гуль Джоджо для аркадных автоматов, новый DLC для Tekken 7 и так далее. Возможно, было принято решение прекратить вещание серверов, потому что им не удается следить за несколькими играми сразу. Но что это навряд ли, ведь это же Банку. А так как с данной играми получают меньше всего денег, то финансов на развитие этого проекта не стало хватать. Выходишь, и теперь Stardust Shooters останется единственной игрой по аниме. Ну и самый последний вариант, скорее всего наиболее вероятный, это то, что Банку вовсе не собирается закрывать Джоджо для аркадных, а прикрывает лавочку лишь на время. Посудите сами, не так давно вышли такие персонажи, как Дьявол и Джорно с Реквиемом. Это самые имбовые персонажи, которые есть в игре, не считая Броно и Кио. Следовательно, они могут контрить абсолютно любую команду, а остальным игрокам, которым не удалось получить персонажей, остается только пососать, какие персонажи бы у них не были. Следовательно, в игре имбаланс. Какой смысл играть на аренах и прочих уровнях, если в любой момент тебе могут попасться такие персонажи, и ты ничего с этим не можешь поделать. Скорее всего, как я уже и говорил, игру закроют на время, лишь для того, чтобы пофиксить Дьявола и Джорно. Подобный случай уже был другой игрой от Bandai Namco. Эта игра была по One Piece. Тогда игру закрывали на полгода, чтобы не только устранить ее ошибки, но и также глобально переботать. Что станет с Diamonds Record, я пока знать точно не могу. Причины до сих пор не уточняются, но надеемся, что эту игру не станут закрывать. Но не будем о грустном. Пока у меня есть возможности, игру не закрыли, я запишу как можно больше обзоров и характер шоукейсов. Все ради вас, ребята. Всем спасибо за просмотр, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok